Супротив, конечно. Самые ценные, самые лепшие хлопцы, все девчаты, все, которые жили у нас в Беларуси, которые все разумели, они уже далеко. Они все уехали. Они все уехали. У меня очень много друзей уехали, и поэтому я очень страдаю, я очень скучаю по ним. Интересно, куда они уехали? В Россию? Какая Россия? О чем вы говорите? Кто же эту Россию поедет? Я смотрю, у нас на Сараполе столько беженцев, бедных украинцев, то пришли, я просто на магазине работаю на вещах, на 15-20 тысяч одну семью одеть, благотворительный взнос, то другую одеть на благотворительный взнос. Ой, что ж вы такие бедненькие, а то вот так вы разговариваете, холмоны и все остальное. А что ж вы приезжаете в страну? А это где? Пробачьте, а это где? Где это? Пробачьте, в Старопольский край. Светик, это вы из России пришли поговорить о чем? О том, что вы великие? То, что вы помогаете украинцам пережить зиму? Нет, вы не великие. Мы знаем, что мы вас натянем и все остальное. Садили, блядь, и накормили. Света, Света, подождите. Кого? Кого? Белорусов накормить? Диана, подождите минуточку. Белорусы зовут, Белорусы зовут. Света, а вы кто по национальности? Я? Да. А русская? А ваш род куда ведет? Ну, если вот копнуть до Советского Союза, вы где жили? У меня, у меня Украина, у меня в 91-й год. Вы где жили до Советского Союза? В Краснодаре. Вы знаете, что делал Краснодар в 18-18-е годы? Как он принял революцию? Слушай меня внимательно, Конопатая. Я тебе объясню одно. Что по моей фамилии, по моему роду уже... Света, смотрите, я могу вас выкинуть, мы ни о чем не поговорим. Я вам задала вопрос. Если вы сказали, что ваши родственники жили в Краснодаре до прихода советской власти, как вы думаете, они приняли советскую власть? Вам показать события гражданской войны, на чьей стране был Краснодар? Или вы знаете, потому что ваши родственники так или иначе понимали события? Вы же не молились на Ленина? Вы же не молились на колхозы? Если вы жили до советской власти, какой частной собственностью обладали ваши прабабушки и прадедушки? Например, мой дедушка рассказывал про своего дедушка. Они были купцами, у них был двухэтажный каменный дом. Его мама играла на рояле. Понимаете, что такое рояль? Двухэтажный каменный дом до прихода Ленина. Мой дедушка уже ни на ком рояле не играл. Он воевал то с финнами почему-то, то латышей оккупировал, то в Берлине жил два года. Понимаете, он уже был как бы... Ну, попал в это вот... Вероника, кому вы это объясняете? Да, вот, Света, если вы хотите рассказать, так я еще говорю, Краснодар не был за советскую власть. Там Краснодар был... Вы объясняете людям, которые никогда не поймут, что такое частная собственность, когда нас лишили ювелирного магазина и все остального. Кому вы объясняете? Смешно даже. Они ничего не поймут. Света, Зоя Космодемьянская, помните Зоя Космодемьянская, которая погибла, поджигая амбары с крестьянским зерном? У нее... Вся ее родня была священниками. Их всех расстреляли в 19-м году. Вот Зоя Космодемьянская, ее немцы не трогали, ее обидела советская власть. Я вот иду с себя, хочу спросить, она хоть один амбар МКВДшника сожгла перед смертью. Я понимаю, что она воевала с фашистами, но фашистов она никак не обидела. Она обижала крестьян. Просто представляете, что вы живете в селе, и у вас есть запасы. Там же не было магазинов, как сейчас у вас. Там у нас из Китая ее продукции, из Казахстана. Тогда никакой продукции не было. Если пришла какая-то девочка, Зоя Космодемьянская, и сожгла вам амбар, то как вы будете кормить детей? Вы же умрете. Она обрекала вас на голод. Понимаете? Ее родственников убило НКВД, а потом она пришла в 17 лет и сожгала чей-то зимний запас. Понимаете, о чем я говорю? Вы можете копать назад немножко. Я понимаю, что у вас, вот Диана говорит, у вас мозги просто не рассчитаны идти назад, только вперед. Но если вы сказали Краснодар, может быть, вы знаете, чем занимались ваши дедушки-бабочки в Краснодаре. Для этого вам надо будет открыть микрофон, либо я вас на счет 3 выкину. Я вам уже послала запрос, и вы не открываете, поэтому, наверное, вы не умеете ни думать назад, ни открывать микрофон. На счет 3. Раз, два, три. До свидания.